Здравствуйте! Это Суть Дела. После принятия антикризисных пакетов с новыми мерами поддержки бизнеса, правительство приступило к расширению уже имеющихся, в том числе предназначенных системообразующим предприятиям и проектам по модернизации ЖКХ. Соответствующие решения расширения программ кредитования были объявлены на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Там же была названа общая стоимость принятых пакетов 2,5 триллиона рублей и обнародованы первые результаты отдельных инициатив, В частности, в рамках введенного моратория на проверки отменено 217 тысяч визитов, проверяющих к предпринимателям. Белый дом продолжает наполнять антикризисные пакеты дополнительными мерами. Сейчас они носят скорее уже уточняющий характер. На заседании прав комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах расширения льготного кредитования системообразующих предприятий, которые сейчас могут претендовать на займы под 10% годовых. Расширение программы будет произведено за счет увеличения максимальной суммы кредита с 10 миллиардов до 30 миллиардов рублей. Подготовлены меры и для ЖКХ. Это смягчение требований к проектам, которые могут быть профинансированы за счет средств Фонда национального благосостояния. Речь идет о льготных кредитах через Фонд ЖКХ, выделяемых всего под 3% годовых. Как следует из принятого постановления правительства, такие займы можно будет получить на проекты не только модернизации, но и капитального ремонта коммунальной инфраструктуры. При этом снижается минимальная стоимость проекта со 100 миллионов до 10 миллионов рублей. В Фонд ЖКХ поступило уже 52 заявки с потребностью в кредитах на 45 миллиардов рублей. Анонсируя новые меры, на заседании правительство подвели и промежуточные итоги ранее принятого. Глава Минэкономики Максим Решетников сообщил, что по 20 программам льготного кредитования бизнеса может быть представлено суммарно более 3 триллионов рублей. По уже работающим 9 программам, в частности для малого и среднего бизнеса, системообразующих предприятий аграрии, выдано кредитов на 260 миллиардов. В рамках проходящего четвертого этапа амнистии капиталов, по данным Минэкономики, в Россию вернулись 14 компаний. Еще около 20 проявляют интерес. По мнению Решетникова, это связано в частности со смягчением условий переезда в наши российские офшоры, со снижением возраста компаний. Они должны быть созданы до 1 марта этого года, а не до 1 января 2018, как раньше. В целом для всего бизнеса в рамках моратория на проверки, сообщил министр, отменено более 217 тысяч проверок. Треть из них внеплановые. Сейчас проводится в 7 раз меньше проверок, чем в сопоставимые недели 2021 года. Всего, по словам Решетникова, в плане правительства содержится 250 мер, из которых по 193 подготовлены и приняты все необходимые решения. Среди наиболее затратных объявлены на прошлой неделе ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Это 505 миллиардов рублей. В общей сложности, с учетом средств федерального бюджета, денег Фонда национального благосостояния и предоставляемых налоговых льгот, обнуление налога на прибыль для IT-компаний, отмена НДС при покупке гражданами золота, финансовое обеспечение антикризисных мер, по словам главы Минфина Силуанова, оценивается в сумму свыше 2,5 триллионов рублей. По его словам, в первом квартале траты бюджета выросли на 20% по сравнению с прошлогодними, что стало самым быстрым ростом расходов за последние годы. Отметим, что пока официальных прогнозов, чем обернется контрасакционное наращивание трат для бюджета, нет. Ранее премьер-министр Мишустин говорил, что правительство закладывает на 22-й год нулевой профицит бюджета. Всемирный банк прогнозирует дефицит в размере 1,9 ВВП. Все эти меры правительства внушают надежду на благополучное прохождение санкционного периода в жизни нашей страны. Это была суть дела. Все будет хорошо. В исторической перспективе.